Как вы поняли, мы в поликлинике, заболели. Болеет Вика, болеет Настюха. Отменила все записи. Врач посмотрел, сказал горлом и направил сдать мазок ПЦР-тест на коронавирус. На улице снег, здесь такие фонарики смешные. У этого смайлика, он тут грустный. ПЦР у нас отрицательный. Сейчас ждем Вику. У нее тоже сейчас берут ПЦР. Все, идем домой. Дружные компании. Ни у кого ковида нет. Это все ОРВИ. Горло, нос. У нас уже готовы документы. Сейчас зайдем в МФЦ. Я имею ввиду, регистрация прошла, документы пришли с регистрации. Вот, сейчас зайдем в МФЦ, заберем документы. На улице снег был ночью и утром. Грязюка опять. Я говорю, вот как раз идем с поликлиники оттуда, и вот он дом. Я говорю, близко он будет с поликлиники до дома ходить. Вот бы поспать сейчас, вот в воскресенье спи. Нет, мне нужно встать и что-нибудь приготовить. Вот вообще сна нету ни в одном глазу. В общем, я вытащила творог. Буду готовить огусиные лапки или ушки, как они еще называются. Творожные. В общем, на две порции нужны две пачки творога по 180 грамм. 9% я использую. 180 грамм маргарина или сливочного масла. Здесь мне чуть поменьше я взяла сливочное масло. Сахар. 100 грамм. Можно и поменьше, потому что они будут все равно обваливаться в сахаре. Можно и поменьше. Ну вот, 100 грамм сахара и 440 грамм луки. Также сода чайная ложка и соль половина чайной ложки. Растопилось сливочное масло. Добавляю в чашку. Добавляю к маслу сахар. Растираю сахар вилкой. Добавляю соль. Две пачки творога. Перед тем, как добавить муку, все хорошенько перемешиваю. Добавляю муку. Также нужно добавить соду, полторы чайной ложки, и ванилин. Теперь будет все сложнее перемешивать, поэтому я буду это делать руками. Сначала тесто рассыпчатое и месяца тяжело, но потом со временем оно становится вот таким податливым. Нужно будет еще дать немножко постоять, чтобы оно размякло. И потом можно будет уже лепить печеньки. Я же не буду ждать, пока оно размякнет, потому что хочу сделать печенье, пока все спят, чтобы проснулись, и они были готовы. Поэтому отрезаю половину теста. Остальное все под крышку. Поставила уже в духовку разогреваться. Если тесто постоит хотя бы полчасика, оно будет эластичное и мягкое. А сейчас оно у меня немножко рассыпчатое. Далее стаканом вырезаю кругляшки. Теперь эти кругляшки мне нужно обвалять в сахаре. Обваливаю одну сторону, складываю сахаром внутрь, обваливаю в другую сторону. Эту же сторону с сахаром опять складываю внутрь. Немножко придавливаю. Получаются вот такие печеньки. Или ушки, или гусиные лапки. У меня получился целый противень. Ставлю в духовку на 40 минут на 180 градусов. Сырники нажарить быстрее было бы. Уже все проснулись, уже все ждут. Кто-то еще сверху обваливает их. Сверху тоже сахарок. А я делаю так. Новый день. Добро пожаловать на канал. Иду на работу. Как вы уже поняли, вчера мы заболели. Я отменила всех клиентов на три дня. Но на работу мне все-таки нужно сходить. Чуть-чуть на улице нулевая температура. И все. И дома духота. Открываю окно. Немножко проветрю. У меня там вот сумки. Зашла в Айлдерис. Плюс еще из дома взяла полотенчики. Лампу купила. Такая легкая, как будто там ничего нету. Вообще легкотня. В общем, сейчас посмотрим. Не стала уже открывать там на пункте выдачи. Там столько народу было. Вчера вечером нашла слайдеры. Заказала. И вот они уже сегодня пришли. Я вообще не ожидала. Что-то быстро прямо идет, а что-то нет. Они такие классные. Это наклейки, не слайдеры. Но они мелкие. По 56 рублей. Артикул на них оставлю, если нужно. Там много разных всяких интересных. Мне нравится, что это именно наклейки. Тоненькие, но мелкие. Зашла в аптеку, конечно же. Полотенчики, супы сюда на всякий случай. Ну и пилочки тоже заказала. Пришла, чтобы здесь вымыть полы. Вытереть пыль. Подготовиться. Завтра у меня еще один выходной. Чтобы не разносить вирусы, взяла несколько выходных. Мало ли. Ну все. Переодеваюсь тогда. А, еще я принесла гель-лаки Фиоры. Вернее, базы цветные. Нужно сейчас сделать выкраску. Если время останется, сделаю себе ногти. Но мне так не хочется убирать вот этот вот гель такой вот сделала со света отражайка. Мне так нравится. И длина ногтей такая прям комфортная. И дизайн вот этот минималистичный. Что я не хочу его убирать. Но на ком-то нужно показывать. У меня потом будет по три клиентки. И снимать времени вообще не будет. Вот. Либо завтра Вику мне нужно будет везти. Кстати, она тоже болеет. Либо ее везти и ей делать ногти. Сижу сейчас оставляю отзыв вот на этот, как выяснилось, гель-лак. Хотя я покупала, заказывала базу. Вот мне очень понравился сам флакончик. Прям такой стильный. Это все в стиле, знаете, вот здесь написано селфи. Там есть еще у них и коробочки с гель-лаками. В общем, наборчики тоже типа кассетного магнитофона. Ну, в общем, такая задумка хорошая. Бутыльки прям такие на ощупь какие-то матовые, такие приятные. Но самое главное, что параметры не совпадают с заявленными продавцом. Потому что вообще-то я заказывала базу. Камуфлирующая база, светоотражающая. Вот здесь вот ставлю картинку. Это то, что у них заявлено. Красивая такая база. Очень хотелось ее, поэтому взяла. По итогу мне пришел товар под этим же номером. Плохо видно. 001. Написано Diamond Gel. Но по факту мы переворачиваем и здесь вот видим, что это гель-лак. Что это обычный гель-лак с блестками. И даже не светоотражающий. Да, он очень красивый. О, крышка снялась. Он очень красивый, да. Но не такой, как на картинке. Как тот, что заказывала я. Здесь такие блестки, как типа хлопья юки. Желтовато-медные какие-то. Но я заказывала совершенно другое. Я заказывала базу. И гель-лак бы я такой не взяла. У меня есть подобный гель-лак. Мне хотелось именно базу. И еще один такой минус, что срок годности истекает через 11 месяцев. Ну, как бы я бы еще подумала, брать мне за такую цену такой товар или нет. Вот. Поэтому оставила отзыв честный. Указала все параметры, что не совпадает, что мне не устраивает. И там было написано, что база 12 миллилитров. То вот здесь вот наполняемость вот так вот. Поэтому поставила две звезды и оставила честный отзыв. Ну что, давайте откроем лампу тогда. Посмотрим. Может быть здесь тоже какой-то сюрприз ждет меня. В наше время вот с этими онлайн-заказами, онлайн-доставками, онлайн-покупками все товары нужно открывать только на камеру. Так, здесь у нас кабель. И сама мампа. Так, кстати, здесь еще что-то идет. Вот такая открыточка. Почему-то на сайте Алиэкспресс. И подарочек. Золотая. Такая лента липкая. Открываем саму лампу. Внешне она очень даже ничего. Чистенькая. Не видно, чтобы она была в использовании. Дно съемное. Здесь наклеечка даже какая-то есть. Лампы все на месте. Сейчас я включу. Лампа зажглась. Выключается, включается. Меня уже это радует. Потому что моя лампа не хотела никак на это реагировать. Включила 10 секунд. Посмотрим, как она сейчас работает. Ну, по внешнему признакам и первое впечатление выключилась. Вполне хорошая лампа. Легкая очень. Столько было споров по поводу вот этих лакмусовых бумажек. Что я решила зачем-то тоже заказать. Вот. Хочу проверить свои базы. Пишут, что это не очень достоверная будет информация. Ну, а вот так побаловаться просто ради интереса. Возможно, где-то еще может пригодиться эта технология. Не прошло и двух часов. Я сделала выкраску всех ликвид баз от Фиоры. И, к сожалению, мои опасения подтвердились. Все мои лампы в мусорку. Потому что ни одна из ламп не смогла просушить черную базу. Я уже вытащила все свои лампы, которые у меня есть. И вот эта, которая профессиональная лампа, ну, как сказать, профессиональная. Я покупала ее за 2 500 в профессиональном магазине. В общем, даже она не справилась. Но она у меня уже год работает. Может быть, поэтому не справилась лампа, которая стоит на педикюре. Вот. Не справилась лампа вот эта новая, которую я сегодня только распаковала. И не справилась лампа тоже новая, которая до нее стояла, у которой датчик не работает. Хотя у них везде заявлено, что они 48 ватт. Вот. Я сейчас завариваю суп, перекушу. И продолжу делать стемпинг. Я нашла пластины. Я вам тогда хвасталась красками. И каким-то образом положила эти пластины. Положила я, кстати говоря, на место их. А искала я их где угодно, но только не там, где они должны быть. Вот такая я кулема. Всегда куда-нибудь положу что-нибудь, а потом еще 3 года. Так, ну что. Я уже выкрасила несколько типс, на которых я буду отпечатывать стемпинг. Выкрасила более-менее, чтобы они как-то между собой сочетались, для того, чтобы на мою доску почету повесить их вот так, 5 типс. Ну что же, новая пластинка. На практике я вам хочу сказать, что клиенты обращают внимание на дизайны, которые вот прям рядышком друг с другом в одной тематике. Тогда они обращают внимание. Вы только посмотрите на эти цветы. Какие они красивые. И мне кажется, я подружилась со стемпингом. Новый штампик я брала недавно на Wildberries. Но в стемпинге я его еще не использовала. В основном использую для слайдеров. А тут я дай попробую, думаю. У меня тут губка лежит, сейчас покажу, зачем. Думаю, дай попробую. И вот попробовала, и все, получилось. Стилю салфетки, чтобы не спачкать стол. И поехали. И так как я со стемпингом не очень дружу, у меня и лаков для стемпинга не так много. Это тоже новый, тоже на ВВ брала. Черный, белый. А вот этим уже сто лет в обед я их брала, еще когда здесь студии не было. Когда я думаю, что-то там пыталась делать. Вот этот золотой, мне кажется, сюда прям подойдет. И хочется сюда отпечатать что-то вот такое красивое, цветочное. Вот этот цветок хочу как-нибудь. Как-нибудь его сейчас сделаем. Нужно постучать. Выбрала вот этот цветок. Он такой красивый прям. Так, ой, какая красота. Вот лишнее надо бы убрать, да? Пока он не высох. Так, ладно, быстро-быстро. Переношу. Ой, как красиво. Но не очень видно. Но красиво. Плохо, что рисунок не на весь ноготок. Вот это вот. Хотелось бы, конечно, чтобы они побольше были. Ладно. Все, засохло. Не успела я. Посмотрим, что отпечатается или нет. Все отпечаталось. Но мне не нравится такое. Вот такое мне не нравится. Я сейчас сделаю эффект такого бетона. Черный. Я пускай даже так будет. Наоборот, мне кажется, интересней. Вот. И прямо сюда же ставлю белый. Чтоб такой сероватый получился. Смотрите, как интересно. У меня чуть-чуть совсем осталось этого средства, который простой лак обычно убирает. Так, у меня вот таких два оттенка осталось. Что сюда придумать? И вот такие пластины. Здесь вот мне что-то как-то раньше прям заходило хорошо, нравилось. А сейчас, мне кажется, вообще ничего интересного. Вернусь к цветам. У меня тут еще заварялись три обычных лака. Попробую еще стемпинг сделать. Тут такой законченный цветочек есть. Попробую его взять. Какая красота. Ну вот, это даже штампик чистый осталось. Чуть-чуть вот листик вот этот с дефектом получился. А так, смотрите, как шикарно. Ладно, мне нужно такое сделать, чтобы это продавалось. Не просто так, чтобы это был как бы эксперимент просто на типсах. А сделать такой дизайн, который клиенты будут покупать. Вот такие у меня получились дизайны. Больше всего нравится этот оливковый. Прям такой красивый. Ну вот это уже, я думаю, никого не удивишь такими текстурами. Ну вообще, чтобы так клиенты имели представление, что такое стемпинг. Вот это тоже не каждый согласится. Но с другим цветом можно вполне сочетать. Под матовым топом. Я уже не знала просто, что здесь придумать. Но вроде ничего получилось. Тут уже Макс за мной приехал. Я хотела еще сделать дизайн губкой. И что еще? А, еще на кислотность хотела базу. Да, еще на кислотность базы хотела проверить. Но все, муж не дает. Говорит, поехали домой. И тут такая посылочка пришла мне. Я ее давно уже заказывала на распродаже. Вот она только сейчас пришла. Но эту посылку я уже буду, наверное, в другой раз показывать. Потому что я уже тоже устала. Здесь копошиться с этим всем. Вот какой бардак. Надо еще бардак убрать. Подождешь? А на улице уже темно. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...